В выходные дни состоится торжественная церемония открытия декоративно-скульптурной композиции «Стена чемпионов игр». На двух трехмерных конструкциях разместятся 887 табличек с именами чемпионов и призеров олимпийских и паралимпийских игр. Не менее интересные массовые мероприятия пройдут в горном кластере. На биатлонном комплексе «Лаура» каждый сможет принять участие в забеге лыжни о Сочи, а «Роза Хутор» проведет олимпийский уикенд. Те же, кто предпочитает спорту диван и телевизор, сможет увидеть церемонии открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады, ролики с выступлениями спортсменов и узнать много интересных фактов об играх. Некоторые сочинцы и сами принимали участие в создании олимпийских объектов. Я и сам работал на том объекте в Олимпийском парке, то есть я как бы на самих стройках присутствовал. Раньше это было болото, там камыш рос, но его высушили, засыпали, то есть все сделали, наверное, по технологии. Поэтому все отлично. В этом году заметно вырос интерес к Сочи. Сотни туристов приезжают на горнолыжные курорты и в Эмеретинскую долину. Маша из Санкт-Петербурга приехала навестить свою подругу в Краснодар. Недолго думая, девушки отправились в Олимпийскую столицу. Мы решили, что сидеть дома, поедем, посмотрим на олимпийские объекты, потому что их не видели еще. Да, я-то вообще рыдала вчера, в Олимпиаду смотрела, плакала и вообще очень трепетно к этому всему отношусь, поэтому очень хочется увидеть все живьем. Мы, на самом деле, зайдем в первый попавшийся объект, я думаю, потому что нам все интересно и везде, где успеем, везде походим. Некоторые туристы, приехавшие в Сочи, решают остаться здесь на годах. Я влюбился в этот город, влюбился в каждый лепесточек, в каждый цветочек. Мне на самом деле нравится этот город. Приятно посмотреть, что в России есть такой город, который, кажется, как будто вообще не в России. Все прекрасно, все светло, красиво. На самом деле, я считаю, это лучший город. Самое главное, что подарила Олимпиада городу – это новое качество жизни, отмечают сочинцы. Многие заинтересовались спортом и заниматься им можно на профессиональных площадках. Кроме того, и у любителей автоспорта появился свой объект. За российским этапом «Формулы-1», проходящим на трассе Сочи автодрома, наблюдали миллионы людей. Олимпиада оставила Сочи богатое, спортивное и культурное наследие. Уже за этот год курорт принял сотни мероприятий и соревнований разного уровня. И впереди у города еще немало событий, о которых говорит весь мир.